Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Grim Soul Survival. Это, скажем так, дубликат таких игр, которые Survival Jurassic, последний день на земле, так что давайте посмотрим, что на этот раз нам тут предлагают. Так, ну что же, у меня свой аккаунт уже сделан, давайте, наверное, входить. Если у вас есть колодец, вы всегда сможете наполнить водой пустые фляги. Так, ну что же, вот это, я так понимаю, мы. Тут нужно настроить, ребятам, неуправление для начала, так что подождите секунду. Так, давайте-ка проверим, вроде бы должно быть все хорошо. Да, ребята, все отлично. Так, требуется каменная кирка. Смотрите, у нас каменный топор, каменная кирка и дубина. Это то, что мы можем с вами сейчас изучить. Я так понимаю, мы здесь собирать будем так же, как и в тех играх. Ресурсы это камень, известняк, наверное, как обычно, какие-нибудь там ягодки. Ну, для начала будем собирать. Времена у нас такие, ребята, я так могу понимать, какие-то средневековые, что ли, или, может, рыцарские. Но факт то, что очень мрачный. Тут трупец лежит какой-то. Ого! Так, забрать все. Как тут? Ну, давайте вот так вот, ребята, перекинем. Причем, я так понимаю, штаны я могу надеть, наверное, сразу на себя. Не понял я. А, все, ребят, я уже давным-давно все к себе забрал. Че же я тут мозги-то себе пудрю. Так, давайте мы наденем штаны. Надеваем. И все. Так, а что у нас тут за свиток? Так, брат Руперт, я возлагаю на тебя ответственность за нашего гостя. Тело его поражено порчей, но душа еще борется. Тебе следует отвезти его в чумные земли и представить свету, и решить его судьбу. Вину за нарушение императорского эдикта, предписывающего уничтожить всех пораженных серой гнилью, я, Себастьян Кер, беру на себя. Дабы никто в том не усомнился, храни сей свиток, покуда не выполнишь возложенную на тебя миссию. Да? Так, изгнальник, тебе повезло, что мой ворон нашел тебя. Я помогу тебе, а ты, возможно, поможешь мне. Для начала собери клетку с воронами. Вороны позволяют тебе получать мои письма с наставлениями. Отправь ворона, когда закончишь с клеткой. Твой друг. Хм, мой друг, оказывается, еще тут есть. Да, ребята, судя по тому, как у нас здесь развивается история, чумные земли, проклятие и все тому подобное, где-то, да, средневековье. Так, хранилище. Естественно, забираем все, флягу с водой и бочонки с медом. Я так понимаю, бочонки с медом, это можно кушать. Так, ну что, давайте, наверное, что-нибудь с вами изучим или построим. Как вы думаете, сосновое бревно. Каменный топор, да? Все, теперь я могу его создавать. Отлично. И, да, ребята, мы рубим с вами дерево. Отлично, все великолепно. Три сосновых древесины мы получаем с одного дерева. Так, опыт у нас уже обозначается, ребята, слева, как вы видите. ХПшки также в левом углу. Первый уровень у меня сейчас. Также у нас здесь есть автобой, автосбор. Ого. Прокаженный. Ага, значит, здесь уже не зомби, здесь у нас прокаженные всякие, да? Хорошо. Давайте-ка я с ними справлюсь. Так, я получил новый уровень, ребята. Теперь у меня второй. В зомбаре оказалась веревка, но мне ее, к сожалению, некуда взять. Ух ты, здесь у нас, смотрите, рудники есть. Видно, какие-то медные. Даже ягод не могу взять. Строительство. Мы можем с вами здесь расстраиваться. Как, в принципе, и во многих играх. Так, ладно, хорошо. Возьмем сосновое бревно. Наберем себе здесь, что это? А, не камень. Это у нас известняк. Хотя, по большому счету, больше похож на камень. На руду, в конце концов. Ладно, за все у нас, опять же, идет здесь опыт. За весь этот сбор, что мы с вами делаем. Так, и, наверное, я так понимаю, как и во многих играх, если мы зайдем за контур-карты, мы с вами куда-то сможем отправиться. Надо будет это сделать немножечко попозже. Ну, а пока будем собирать ресурсики, которые здесь у нас валяются. Видите, известняк. Также попадаются периодически вон ветки. Кстати, смотрите, на земле какая-то пентаграмма нарисована. Ну, что будет, если я, например, в нее... Так, прокаженный, вали отсюда. Ну, раз ты меня не слушаешься, тогда получи в бубен. Хе-хе, сражайся с честью. Инвентарь у меня полон. Ну-ка, пентаграммочка. Построй свой дом рядом. Ах, вот оно что. Ну, давайте я буду здесь тогда строить свой дом, ребята. Это моя первая локация. Блин, не могу, там какая-то... А, надо убрать сорняк, по всей видимости, да? А ну-ка. А, это льняное волокно. А теперь могу построить? Да. Ну, это маленькое как-то будет. Давайте вот, наверное, еще немножечко с вами расширим. Так, здесь. Блин, тут опять какая-то ветка, что ли, там лежит? Ну, хорошо. Хе-хе, убрали ветку. Давайте теперь поставим. Нет, видимо, надо еще немножко расшириться. Вот так. Еще сюда. И последнюю. Блин. Мешается, да? Ведь мешается же. Иди отсюда, волокноты. Волокнистые. И... Да, ребята. Так, ну а теперь мне нужно что? Дверь, естественно. Вот, теперь будем делать стены. Слушайте, интересно, кто на меня здесь будет нападать, а? Надо обязательно... О, по-моему, древесина. Древесина закончилась, ребята. Строится на полу. Да, понятно, что строится на полу. Так, ну хорошо, что тут дерево-то у нас есть. Слушайте, я, наверное, не зря, да, надеюсь, построил дом рядом с пентаграммой. Ничего плохого не то. А то, может быть, из этой пентаграммы по ночам вылазают какие-нибудь демоны. А я рядом домик свой влепил. Потом буду горько об этом жалеть. Тем более, когда он уже будет обустроен. Так, ладно. Давайте мы заберем тогда все, что здесь можно собрать, пока инвентарь это позволяет у нас. Льняное волокно. Так. Ну-ка, продолжаем делать стены. Мой дом, моя крепость. Да елки-палки. Ну что такое? Опять закончилось все. Где еще у нас есть? А, вот, вижу, вижу. Вижу дерево. Там также валяется веточка. Топорик, наверное, как обычно, всегда скоро лопнет. Ну, не лопнет, я имею в виду, закончится. Так, это у нас каменная кирка. Изучено уже. Создадим еще. Все, ребята. Давайте рубить дальше. Ну, опыт здесь... Как сказать? Опыт-то нормально. Но не так я здесь быстро развиваюсь, как во многих других играх. А может быть, оно даже и хорошо. Не все сразу, как говорится. Так, у меня третий всего лишь уровень. Давайте заберем веточку. Нарубим. Мне буквально там осталось-то две стены поставить. И все. Ну, естественно, дальше будем смотреть, что там еще можно нам построить или развить. Слушай, такая мрачная местность, если честно. Да, такое ощущение, как будто я где-то как на болоте. На болоте поставил свой дом. Да, ребят, две стенки. Сейчас мы это быстренько... Да, е-мое. Грядки тут, сундук, костер, клетка с воронами. Помните, нам было задание дано построить клетку? Ну, значит, нам придется ее делать. И никуда мы не денемся. Костерок обязательно нужен, ребят. Потому что на костре, как вы помните, мы с вами можем готовить пищу. Правда, я не вижу здесь шкалы питания и жажды. Что-то не видно пока. Но в любом случае она должна быть. Может быть, мы пока еще просто не голодны. Или пока пить не хотим. Так, ну что, давайте, наверное, глянем, где у нас тут... Блин, я, ребят, пока еще путаюсь. Здесь тряпичный мешок. Ага, это типа рюкзака у нас. Изучили. И нужно две веревки, чтобы я мог их сделать. Веревок у меня пока нету. Также крестьянский сундук нам нужен. Это, чтобы хранить вещи. Что такое? Что у меня там? Инвентарь опять полный, да? Как ни странно, у меня полный. Может быть... Ага, вот, ребята. Одну ячейку мы с вами освободили. Значит, давайте-ка по-баренькому сделаем с вами крестьянский сундук. Ну и поставим его, естественно. И часть всякого барахла, которую у нас с собой, мы выставим. Так, а как мне здесь, ребята, перевернуть? Вот так, наверное, да? Нет, вот здесь мы, наверное, поставим. Блин. Слушайте, вот тут пускай будет в уголочке. Фиг с ним. И сейчас мы в него выложим что? Вот эти вот бочонки. Я не знаю, правда, для чего они... Вот это что такое? А, это ремни у нас. А для чего они нужны? Ну, стопудово для крафта. Так, меч мы, наверное, с собой возьмем. Свечку выложим. Камни. Точнее, это известняк. Ну, бочки. Так, а меч надо нам надеть. Все. Замечательно. А то мы с вами бегаем в рукопашку тут со всеми деремся. Нафиг оно нам нужно? Так, ягодки забираем. Кирка. А я вроде бы... А, я же только изучил, но не создал. Блин. Теперь нужен камень. Известняк. Ё-моё, приходится возвращаться, чтобы взять известняк, который я выложил. Потом сделать... Хе-хе-хе. Сделать кирку. Да, именно её. Так, замечательно. Ну, и теперь всё это барахло выложить обратно. Так, побежали. Посмотрим заодно, что у нас здесь такое за фигня. Что это за добыча. Руда, наверное, какая-нибудь обычная, да? Ну, давай, 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 давай. Ну, что так долго-то? Ага. Ну, я вам правильно сказал. Ребята, медные рудники. Медная руда. Но это даже немножко странно. Медная руда. Хотя, почему странно? В те времена... Медь... Да ну, нафиг. Железо было. Ёлки-палки. У меня же кирка, извините меня, не каменная. Железная. Да и сабля и меч. Так, что всё нормуль. Так, этот трупец нам вообще не нужен. Ну, кстати, это какой-то рыцарь. О! А! Понятно. Прокажённый. Что-то мне показалось, что это человек. Нет. Это самый обычный прокажённый. Давайте льняное волокно здесь забирать. Также мы можем нарубить дерево. Значит, первое задание, насколько я понял, нам нужно поставить, построить воронье гнездо. Чтобы мы могли получать задание от какого-то нашего неизвестного, блин, мне пока ещё друга. Так, а что у тебя тут? О! Верёвка, ребят, лежит. А это значит, что мы можем с вами сделать, по-моему, рюкзак. Да? Тряпичный мешок. Так, кстати, это мы тоже можем, по-моему, сделать. Надо только нам... Погоди. Свечка нам нужна. Вот. Поэтому давайте сразу сделаем клетку с вороной. Блин, надо изучить, оказывается, а? А у меня всего лишь одно очко. Тогда создаём, блин, себе тряпичный мешок. Сейчас только заберём недостающее нам волокно льняное. Всё, теперь вполне нам хватает. Ну, интересно, и на сколько... Где тут можно посмотреть? Ага. Пять ячеек ещё добавляет этот рюкзачок. Ну, всё-таки. Всё-таки это хорошо. Потому что ресурсов мы, наверное, здесь будем с вами много всяких находить. Нужных и ненужных. А теперь давайте проверим. Карта провинции. Исследуйте территорию, блин, провинции. Над областью кружит целая стая воронов. А это сулит богатую добычу. Нельзя упустить такой шанс. Ага. Так, ну что, ребят, давайте пробежимся. Ух ты, трофеев очень много было нарисовано. Ну, по графике, честно говоря, она немножко отличается. Вы посмотрите, такое ощущение, что она как будто сделана из бумаги или из картона. Я даже не знаю. Такая визуализация, по крайней мере. Хорошо. Разбитый караван у нас здесь. Разбитый караван. Я вижу здесь мешочки какие-то всякие. Ага. Как обычно, мы их можем проверять, лутать и все здесь собирать. Ух ты, штанишки. Так, тут у нас и колба какая-то пустая. Много чего, короче, лежит. А в этом ящичке, наверное, что-нибудь хорошее. Ага, смотрите, и меч, и бочонок. Да елки-палки, а здесь достаточно много. Вы посмотрите, всякого лежит на земле. Я боюсь, что мне даже здесь много чего не унести. Так, взять все. Нифига мне не получится здесь все взять. Придется, наверное, ребят, что-то выбирать. Е-мое, а вот что? Давайте ягоды сожрем. Ну что, одну ячейку освободил. Ну, под что я? Я даже не знаю. Взять все, ага. Блин, вот это вот мне тоже нужно. Давайте, наверное, с вами прочитаем этот свиток. А где он? Где свиток? Тут я залез в крафт. Так, опять не сюда. Вот он, вот он, ребята, свиточек. Ну, давайте прочитаем его. Солдаты империи огнем и мечом прокладывали свой путь через полчища врагов. Но, когда победа была уже близка, и лорд Айвин, магистр львов, решительно сокрушал берсерков Карна, прокладывая себе путь к их предводителю на пою боя, появились воины еще двух имперских орденов. Серый огни, льмор, порча. Названий много, но суть одна. Утрачивая разум, люди превращаются в чудовищ, нападают на тех, кто еще не обратился. Император приказал уничтожить любого затронутого порчей, хотя известны случаи, когда проклятые сохраняли сознание. Одни жрецы говорят, что это кара за наши грехи, другие испытания нашей веры. Ясно одно, если порча продолжит распространяться, мы обречены. Так, что за фиг... Что за фигня, прокаженный? Ёлки-палки. Я же слышал, что там что-то щелкает. А это, оказывается, уже прокаженный меня бомбит. Так, ну ладно, давайте смотреть здесь. Сапоги. Ну, естественно, их мы наденем. Так, выпить. Лопата. И ткань, видимо. Ну что же, тут какая-то, ребята, фигня произошла, понимаете? Тут прокаженные, чума. В общем, проклятие, не в словом, кто-то людей тут набросил. Это что у нас такое? Ну, веревка понятная. Сосуд какой-то. Черт бы побрал. Все нужно, ребята. Я не знаю. Я не знаю, что тут. Можно потратить, что нет. Давайте камень выложим. Что? А, это семена лука у нас. И я так понимаю, что они на грядке. А вот эти, наверное, можно сожрать. Это как бы... Так, это что сейчас такое было? Колокол где-то громохнул, да? Слушайте, у меня сразу такое, знаете... Так, что-то поменялась музычка. Что-то мне так вышло, что тут все это не к добру. Но обстановка мрачная, и мне почему-то это нравится, если честно. О, перчатки тут, смотрите. Так. Где отсюда? Прет она, а? Надо обязательно их надеть. Ложка. Ага. Значит, никакой ценности это у нас все не представляет. Да ну нафиг. Вы посмотрите, ребята, сколько здесь этих всяких лежит. Ну, пакетиков, мешочков. Серб. Урон 15. Вот тут 36. Естественно, мы не будем проволоков. Все это нужно, но я не могу таскать так много вещей. У меня, как говорится, все ограничено. Приходится выбирать. Так, о, тут еще один свиток. Блин, а свитки, я так понимаю, мы как бы с вами читаем определенную какую-то историю. Так, давайте съедим бочонок с медом. Ну и, естественно, лук порей. Восшествие на престол императора Иоганна Первого народные волнения усилились год от года. Все больше восстаний происходило по всей империи. Ересь подняла свою уродливую голову. Некоторые говорили, что армия еретиков вели одержимые демонами короли-язычников, желающие уничтожить веру Харат и сбросить с трона молодого правителя. Ну, это мы читали с вами. Так, здесь у нас тоже только что прочитали. Ну, и здесь все было у нас прочитано. Так, ну что, ребята, я не знаю. Мы здесь можем все вот эти вот ящики с вами пооткрывать, просмотреть. Но знаю только лишь одно. Что? Так, а ну-ка иди отсюда! Лезет. Но знаю только одно, что мы с вами все это не унесем. Так, а тут сколько? О, шесть всего лишь. Так. А это у нас медные обломки. Блин, ну ведь все же пригодится. И всего лишь 40 минут эта локация у нас действует. И боюсь, что она исчезнет, ребята. Вещей больше, чем можешь унести, обзаведись вместительным мешком. И сразу же нас переводят в донат. Сундук с оружием, искусство выживания. Слушайте, и цены такие демократичные. Хе-хе-хе. Так, а что я не могу выбежать? Что за лак, глюк, бак? Или как тебе назвать? Может быть, надо вот так вот отбежать и вот сюда. Ага, все нормально, все получилось. Ну что, давайте возвращаться в свою маленькую хибарку и, естественно, бежать. Тут еще, смотрите, верхом. Значит, у нас будет лошадь. Это уже хорошо. Жалко, я не могу карту отдалять, чтобы я мог видеть здесь побольше. Но локации здесь есть. Также можно сходить. Вот там, видите, один черепок. Где-то будут, наверное, два черепка. Все это, естественно, будем проверять. Ребят, если вам эта игра понравилась и вы хотите посмотреть, что вообще нас в ней ждет, естественно, пишите в комментариях и лайкайте. Чтоб, как говорится, мы зря с вами время не теряли. Новый уровень, я получаю четвертый. Так, давай еще немножко известнячка, как говорится, выбьем с этой жилы. Так, тут вот. Хм, интересно. Ну, мы сейчас пока с вами видели обычных прокаженных. А кто здесь еще будет? Смотрите-ка, у нас здесь есть животные. Мы за ними можем охотиться. Вот. Вот она, ребята, клеточка эта с воронами. Так, надо ее куда-то установить. Давайте-ка вот здесь мы поставим ее. Так, вот она. Погоди, куда ты так мне далеко-то, е-мое? Мне надо, чтобы ты была дома. Да, вот здесь. Так. Ой, смотрите, ребят, я хочу ее перевернуть. У меня почему-то передвигается предмет. Странно, как это все. Ну, ты будешь переворачиваться-то, елки-палки? Да вернись ты на место. Все, вот здесь будет стоять. Так. Клетки для воронов. Но они пустые почему-то. Ох ты. Тут еще нам, ну, да, понятно. Ремни, проволока. И это все как раз я сейчас только что видел, ребята, в той локации, где валялось это все барахло. Блин. Но у меня не хватает энергии. Я туда уже добежать второй раз не смогу. Черт бы, побрал. Да, и по всей видимости, нам придется с вами еще один сундук ставить здесь. Ну, вообще не вмещается ни шиша. Так, что у нас тут еще? Грядка есть. Ага, два волокна нужно. Костер. Вот, костер надо мы нам сделать. Так, дайте-ка мне. Где у нас? Нам что нужно? Волокно. Так, погодите, ребят. Попробуем так же срабатывать здесь или нет? Да, смотрите-ка. Так, когда я крадусь, животные меня не видят. Значит, специфика сохранилась в прошлых игр. Давайте я вот этого еще оленя бомбану. Иди сюда, Олежка, не бойся. Вот так вот. Мясо нам нужно. Мясо это белок. А белок это жизнь. Питание, е-мое. Здоровое питание. Так, еще. Три бревна получили мы с вами. Также нам нужно льняное волокно. Ягодки я пока брать не буду. Кстати, да, я не особо там, ребята, обращал внимание на свое древо развитий. Там, наверное, будет очень-очень много чего хорошего. Так, грядка. Да е-мое, не хватает очков на изучение, а. Хорошо хоть костер, блин, изучен. Так, давайте мы с вами, ребят, поставим очаг у себя дома. Куда его только влепить? В угол? Блин. Так, и что у нас здесь? Разместите материал. Ну, древесина, я так понимаю, это топливо. Да, как и везде. И, а, рецепты. Значит, только мясо и лук порей мы можем с вами жарить. Да, что-то я совсем с дури-то бросил туда, блин, металл. Это же нужно эти, плавильные печи делать. Чтобы переплавлять стали и металл. Так. Тут, смотрите, у нас пробирки. Все это... Пробирки тоже, кстати, неизвестно для чего. Нужно четыре дерева, чтобы нам создать еще один сундук. А он не нужен. Потому что я не могу с собой таскать столько всякого хлама. Так, ну-ка сколько? Нам нужно четыре, да? С одного дерева нам дают три бревна. Ну, то есть, два дерева нам как раз хватит. На один сундучок. Блин, еще и инструмент сломался. Да, топорик развалился у нас. Зато сундук есть. Так, куда бы его поставить? Вот сюда. Или сюда. Блин, надо, чтобы его было хорошо видно. Чтобы я его тут не искал. Вот здесь. Да, нормально. Давайте выложим всякие лишние штучки, которые нам сейчас не пригодятся в данный момент. Так, хорошо. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте, наверное, на этой ноте мы будем завершать с вами видосик. Увидимся обязательно в следующей серии. И продолжим играть. Если, конечно, вы этого захотите. Ну, а на этом все. Всем пока. До новых видосиков. И до новых встреч. Всем удачи, ребята. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!